Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День в студии Марина Стафунина. Сегодня в выпуске. Масштабная жилая застройка без учета социальной инфраструктуры. Местные власти обеспокоены ситуацией и пытаются повлиять на застройщика от Минобороны. Комиссия по благоустройству начала осмотр дворов, участвующих в конкурсе на звание лучшего. На Пестовском водохранилище стартовал чемпионат России по парусному спорту в крейсерских яхтах. Об этих и других темах в материалах наших корреспондентов. В микрорайоне 25А возводится жилой комплекс для военнослужащих, рассчитанный более чем на 2000 семей. Правда, где они будут получать медицинскую помощь, а их дети образование, непонятно. Застройщиков лица Министерства обороны страны, видимо, это не интересует. Почему в планах у строителей нет объектов социальной сферы, разбирался наш корреспондент. Микрорайон 25А. Рупасово. Не так давно здесь, на территории бывшей воинской части, принадлежащей Министерству обороны страны, началось масштабное строительство целого жилого комплекса, рассчитанного по предварительным данным на 2300 семей. Причем без разрешения соответствующих служб, уведомления местных властей и какой-либо информации о предстоящих работах и сроках их окончания. Министерство обороны, не проинформировав нас об этом, сами выдали себе разрешение на строительство. Притом разрешение на строительство выдали не пообъектно, а одно, на все сразу. Это и все дома в общей сложности, и все инженерные коммуникации. В итоге, как они сдавать будут, как регистрируют это имущество, это очень и очень будет сложно в итоге, потому что не может быть разрешения, все оптом выдано. Дома, которые возводятся в микрорайоне номер 25А, относятся к устаревшей и давно вышедшей из конвейерного производства серии. Подобные объекты, по словам местных властей, в Мытищах перестали строить с 20 лет назад. По современным строительно-техническим нормативам, панельные блоки необходимо обкладывать кирпичом, а здесь будет всего лишь оштукатуривание внешних поверхностей. Кроме того, в проекте нет ни школ, ни детских садов, ни других объектов социальной сферы. Администрации района и города неоднократно обращались к достройщику за разъяснениями всего происходящего. Но ответ пока не дал никакой надежды. В Министерстве обороны денег на сопутствующее строительство просто нет. Нет их и в местном бюджете. Оставлять все как есть – тоже не выход из ситуации. Поэтому в любом случае администрация Мытищинского района бездействовать не собирается. Я думаю, что наши тревоги, наши письма, наши обращения, они, конечно, сыграют роль, дадут нам денег, и мы с областью начнем это строить. Но будет задержка минимум в 3-4 года. Глава района Виктор Азаров обратился к губернатору Московской области по сложившейся ситуации с надеждой на то, что она разрешится на федеральном уровне. Катерина Келлеров, Алексей Федосов. Информационная программа «День». Чей двор лучше? В Мытищинском районе проходит смотр-конкурс дворовых территорий. В рамках конкурса комиссия также выберет лучшую усадьбу и улицу в сельской местности. Итоги подведут до 15 августа. Комиссия по благоустройству осматривает двор один за другим. В этом году на конкурс поступило более 30 заявок. Приехав по первому адресу, члены комиссии отмечают – двор не может стать лучшим, если в нем не покрашено ограждение, нет урну подъездов, не скошена трава. Оценки здесь будут низкими. К участникам с улиц «Летная» и «Юбилейная» замечаний меньше. Тут и управляющая компания свою работу выполняет добросовестно, и сами жители стараются превратить свой двор в сад. Кломбы, кустарники, декоративные фигурки. В другом дворе на улице Щербакова комиссия также отмечает старания жителей. Одна из номинаций конкурса – активный участник по благоустройству дворовой территории. Сегодня задача комиссии – посмотреть и отобрать для дальнейшего участия в конкурсе лучшие территории. Кому-то сказать спасибо за участие, кому-то подсказать, что надо сделать. Кому-то сказать, посмотрите, вот другие дворовые территории, другие организации, там есть хороший положительный опыт. Канализационные люки могут стать радугой или солнцем. А пластиковые бутылки – пчелами на деревьях. Автомобильные покрышки превратились в зайца, медведя и лебедей. А железные бочки – веселый паровоз. Дом 21 на улице Сукромка признан в прошлом году домом образцового содержания. Став в 2011-м лучшими в конкурсе дворов, жители намерены удержать за собой первенство. Старшая одного из подъездов Валентина Михайловна привлекла к садовым работам не только взрослых, но и детей. Я здесь живу 6 лет, первые 2 года. Я прямо с первого же года, как поселилась, я начала заниматься цветами. Ну, что я могла с пенсией приобрести? Какие-то цветочки, какие-то такие недорогие семена. Где-то ходила по соседним дворам, просила уже у тех, кто занимается цветоводством, дать там небольшие кустики. А потом один жилец моего подъезда говорит, а почему ты с нас не собираешь деньги? Мы согласны участвовать. Мы не можем принимать непосредственное участие, потому что мы работаем, учимся там, воспитываем детей. Но мы имеем возможность вложить свои средства денежные. Только делайте для нас красоту. Безусловно, от самих жителей зависит многое. Управляющая компания может поставить урны, спилить сухие ветки, покрасить забор. Но когда видишь, что новые лавочки через неделю изрисованы, а урны поломаны, делаешь вывод, коли на других пенять. Проводимый конкурс должен стать примером для всех жителей района, подтверждая фразу «С любви к родному двору начинается любовь к родине». Марина Стафунина, Константин Химичев, ТВ Матищи. Воспитанники православного лагеря Троицкая дружина каждый день участвуют в интересных мероприятиях. На днях они посетили музей истории Матищинской милиции. Ребятам не только показали экспонаты музея, но и рассказали о настоящих героях-милиционерах. Экскурсовод Екатерина Никишина встретила ребят в холле здания, которое занимает Матищинская полиция. И свой рассказ начала с истории его строительства. Здание было возведено в 1980 году, когда наша страна принимала участников Олимпийских игр. История Матищинской милиции запечатлена не только в экспонатах музея, которые воспитанникам лагеря предстояло посетить, но и в названиях улиц. Каждая улица, по которой вы ехали сегодня, она называется улица Колпакова неспроста. И здание на этой улице тоже находится неспроста. Эта улица была переименована в честь сотрудника Михаила Колпаков. Ему было 26 лет, когда он погиб при исполнении служебного долга. Основная экскурсия проходила в помещении музея, где представлены экспонаты, связанные с историей развития Матищинской милиции и правоохранительных органов в целом. Екатерина подробно рассказала о форме прошлых лет, о реформах, которые претерпевали органы внутренних дел. Мальчишки с интересом рассматривали оружие. Но особое внимание ребят привлекли истории о самых громких делах и милиционерах, совершивших геройские поступки. Посещение музея произвело на воспитанников лагеря большое впечатление, и они отблагодарили курсовода громкими атмосферами. Мне понравилась эта история про героя, про форму понравилась. Конечно, мне очень нравится, что тогда носили вот такие тяжелые формы. Я бы, конечно, сделал полегче немножко. В ходе экскурсии каждый из ребят успел почерпнуть что-то свое. Мне понравилось в этом музее больше всего то, что показали образцы оружия с тех времен, то, что рассказали про ветеранов. Ну, слава Богу, что они вернулись с фронта. Это надо быть очень сильным, чтобы туда и во фронт пойти, и в милицию, и в полицию. Меня поразила история каждого героя, который защищал свою страну, родину. Форма очень красивая. Правильно сказала Никита, что она очень тяжелая, когда они ходили. Аж уже, конечно, тоже очень интересно было. Светлана Буйведена, старший инспектор по делам несовершеннолетних, отметила, что такие экскурсии носят просветительский характер. И дети сами изъявили желание посетить музей, чтобы больше узнать об истории создания и развития правоохранительных органов. Для того, чтобы повысить их уровень развития, чтобы дети узнали, что сотрудники полиции и милиции также совершают подвиги в простое рабочее время. И по традиции в конце мероприятия всем собравшимся предложили сделать коллективную фотографию на память. Александр Лочица, Алексей Федосов, ТВ Мутищи. Сегодня состоялось открытие и первая гонка ежегодного чемпионата России по парусному спорту в крейсерских яхтах «Картер-30». Федерации парусного спорта России и Московской области совместно с клубом «Водник» и Ассоциацией яхт-класса «Картер-30» провели соревнования на Пестовском водохранилище. В этом году в чемпионате принимают участие 13 яхт с экипажами не менее пяти и не более семи человек. Побороться за победу приехали яхтсмены из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодарского края, Москвы и Московской области. Многие участники представляют Мутищинский район. Вставляется линия стартовая, ну так видимая полоса между яхтой, сейчас она подойдет и будем. Обратный отчет времени, в принципе, о многих так соревнованиях. Сигнал «Старт» и пошли, кто как умеет, какая степень подготовленности. И они должны пройти определенную дистанцию, огибая буи или вешки. И кто, так сказать, первый их правильно обогнул, не нарушил правила, финишировал, первый приход ему засчитывается. Гонки обещают быть захватывающими, ведь на чемпионате присутствуют яхтсмены с впечатляющим уровнем профессионализма. Яхта «Гер» – это житель города Долгопрудного, Потап Виктор Яковлевич. Дукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, участник еще двух Олимпиад, чемпион Европы. Вот он выступает на яхте, будет выступать. Потом экипаж яхты «Гермес». Там команда профессиональная, которые занимаются, чисто у них это работа, ездят по всему миру. Ну, там проект такой, синергия яхта. Они выступают там с испанским королем, ну, бывает, передают. Вот они занимаются профессионально. Они в том году выиграли, они выиграли в позапрошлом году. Цель проведения чемпионата – поддержка массового парусного спорта в России, а также повышение технического и спортивного уровня яхтсменов. Сами спортсмены участвуют в гонках такого уровня, конечно, не ради приобретения опыта, а ради звания чемпиона России. Соревнования проходят в течение четырем дней. Как правило, организаторы проводят две-три гонки в день. Победителям будут вручены дипломы, медали и ценные подарки. Татьяна Захарова, Алексей Федосов, ТВ Матища. На этом наша программа подошла к концу. Эфир телекомпании ТВ Матища вы можете смотреть в режиме онлайн. Новости программы и спецпроекты на нашем сайте www.tvmed.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Детские коллективы, юные музыканты и вокалисты из Московской области, городов России, Италии, Румынии, Мальты, Болгарии, Японии, Белоруссии, Украины. Фестиваль «Катюша» – новая международная творческая площадка для талантливых детей Подмосковья. 24-29 октября 2012 года. Город Матища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова